Ну что ж, братья и сестры, представители, как мы начнем наше сегодняшнее занятие. Для тех, кто забыл или не помнит, или не знает, мое имя Ария Радослав, мы собрались для продолжения темы изучения славянских манкарай. То есть обращение к РА, обращение к Банам. Если у кого-то есть вопросы, перед началом практического занятия, прошу. Братья и сестры. Трошки расскажи о ведической традиции и о рахманской традиции. Хорошо. Для тех, кто еще не слышал, кто не думал. Хорошо. Ну то есть человечество существует намного раньше, чем сейчас принято считать. Христиане пытались сказать, что человечеству всего лишь 7 тысяч лет. Современная официальная наука считает, что тоже не так много тысяч лет. Но так или иначе, есть разнообразные данные, есть доказательства. В частности, археологически найдено множество артефактов, которые доказывают, что человечество намного древнее. А современные, даже официальные ученые, совершенно четко научно установили, что изначально все человечество было единым. Был единый язык, единая культура, единая традиция, единая вера. Но с возможностью каких-то племенных или небольших диалектических разновидностей. То есть со временем из этих небольших отличий произошли все те языки, все те культуры и традиции, которые присутствуют сейчас. То есть изначально человечество было объединено ведическим знанием, а веда – это означает знание. Отсюда вот есть такие выражения, как товароведение, правоведение, ведать, знать и так дальше. Понятно же, это все дальше. Соответственно, в рамках единой общечеловеческой ведической традиции в древности было множество культов богов. Например, культы Коруна, бога атмосферы, культы Вереса, культы бога земли. Ну, многих богов. Практически у каждого уважающего себя богом был свой пульт. Так же и богиня. Но ведь боги – это всего лишь исполнители воли Всевышнего. И в ведах объясняется, что наша цель – это духовно осознать Всевышнего и направиться своим сознанием к Нему. Поэтому те люди, которые не хотели каких-то материалистических благов, те люди, которые не хотели просто заниматься умственными спекуляциями, те люди, которые не стремились к мистическим силам, а стремились только к самоосознанию и самосовершенствованию, они назывались Рахман. Ра – это имя Всевышнего, Ман – это человек или человеческое осознание. Рахман – это человек, который направляет своё сознание к Ра. И сейчас вот я предоставляю именно знания, именно те духовные практики, которые использовались и используются в рахманской традиции. Рахман – в чем заключаются практики? Ра – смотря какие. Рахман – и категория, и разные. Рахман – есть же разные духовные практики. Кроме того, есть оздоровительные практики, есть практики развития сознания. В ведах множества всего есть. И если разбирать какие-то конкретные, то в это надо... Рахман – существует кайта, если обучено. Рахман – в частности, есть такое понятие, что да, желательно сначала изучить древнюю письменность. Даже отчасти это и в современной официальной учебной системе присутствует, что сначала учат, как писать и читать. Так вот и в ведической традиции. Сначала надо изучить древнюю письменность, но не просто в понимании, чтобы писать ею и читать ею, а в понимании, чтобы познать глубину образа этой письменности. Рахман – там не только буквы есть, там разные строя есть. Например, глаголец. Рахман – глаголец – это христианская изначально летица. Рахман – да, ну я имею в виду, я сейчас... Ну мне долго объясняют, что такое летица, поэтому не говорю о глаголеце. То есть есть рульница, которая тоже, она вроде бы как не похожа на букву. Ну да, то есть это разные символы, но этими разными символами читаются все те же слова и те же образы, передаются. По сути дела, разность в письменностях можно сравнить с современной разностью в операционных системах. То есть есть же разные для компьютеров операционные системы. Каждый выбирает ту, которая более соответствует его нуждам, или которая ему удобнее и так дальше. То есть так и древние письменности. Они как бы формировали основу мировоззрения и мировосприятия человека. Я говорю, что по желанию трудящихся. Хотите так, да будет так. Учащихся, а не трудящихся. Ну, а это же тоже своего рода труд. Только труд уже не столько телесный, сколько труд сознания и духовный труд. Веда говорится, что в принципе самосовершенствование можно сравнить с пробиванием по голыми руками гранитной скалы. Гранитной скалы нашего невежества, которая отделяет нас от Всевышнего. Поэтому это великий труд. Наверное, самый-самый, который есть великий. Я давно прочитала статью. В Индии один человек выкопал гранитную скалу, а полностью прорывал ее руками. Кайлок. 28 лет назад умерла его жена, потому что не смогли ее довезти в больницу. Деревня находилась за коротой, в городе больница, древняя за коротой. Надо в объезд было ехать два часов, там ущелья всякие, разные вещи. Жена говорила, не смогли ее спасти, но он 28 лет посвятил тому, чтобы эту муру снести. Она ее сносит. Отомстил таким путем? Нет, не отомстил. Делал большое благо. Ну и благо, и в то же время как бы отомстил в каком-то смысле. Да, родители. Месть принесла. Да. То есть такая хорошая, ведическая месть получилась. Ну что, я предлагаю тогда, перед тем, как мы перейдем к воспеванию определенных последовательностей из Манкарой, предлагаю повторить некоторые те, которые мы проходили вчера, для закрепления навыков. Ну тогда как бы для... Тогда сначала. Тоже для освежения, или кто не знает, то для изучения. И так, в ведрах описывается такое явление, как Санад Манкарана, то есть то, что лучше всего направляет наше сознание к Рам. она состоит из слова «Сау», которое означает «свет», «всяева», «святость», «славу» и много чего другого. Она состоит из имени Всевышнего «Рав», которое является непосредственным именем Всевышнего. И из слова «вышний» и «всевышний». То есть «вышний» — тот, кто всеуправляющий, и «всевышний», то есть тот изначальный, который не имел начала и который выше всех, выше которого уже никого нет. Вот такое обращение к Всевышнему. Звучит так. Сау-Ра. Сау-Ра. Ра-Ра. Сау-Сау. Сау-вышний. Сау-вышний. Высший-всевышний. Сау-Сау.